Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Дикие большие кошечки – любимцы многих голых обезьян. Я уже делала предположение про стокгольмский синдром, ведь эволюция создала кошек именно для стабилизации численности приматов. Так вот сегодня у нас в гостях ярчайший представитель вражеского Астана. Правда, там, где он обитает, обезьян не так, чтобы много. Встречайте иранского или персидского леопарда, крупнейшего из подвидов леопарда, который обитает в Западной Азии и находится в списке животных под угрозой вымирания. Он же преднеазиатский леопард или кавказский барс. Почему так много названий? Раньше леопардов, обитающих в Турции и в Средней Азии, в таких странах как Туркменистан, Узбекистан, относили к другому подвиду. И в русскоязычной науке данный подвид фигурировал, как преднеазиатский леопард, а леопардов Кавказа относили к кавказскому подвиду. В последствии выяснилось, что все эти леопарды принадлежат к тому же подвиду, что и персы. Таким образом, по-русски этих леопардов следует называть либо персидскими, либо преднеазиатскими. Численность популяции преднеазиатских леопардов небольшая и насчитывает всего от 870 до 1300 особей. Но ареал распространения этого подвида довольно широкий. Начинается от главного Кавказского хребта и продолжается до Красного моря. Хищника можно встретить на территории таких стран, как Азербайджан, Армения, Грузия, Туркменистан, Афганистан, Иран и Турция, где он приспособился к самым разным условиям обитания. На Кавказе преднеазиатский леопард придерживается горных лиственных лесов. Порой спускается ниже до зарослей кустарника в предгорьях в Средней Азии. Животинка встречается исключительно в горах, летом на субальпийских лугах, а зимой в предгорьях. Места для жизни выбирают рядом со скалами, россыпями, камней и утёсами. Персидский леопард имеет очень мускулистое и весьма мощное для леопарда телосложение, густую и относительно длинную шерсть песочного цвета, покрытую крупными пятнышками. Внешне он даже несколько напоминает нашего любимого снежного барса с одной стороны и ягуара благодаря мощному сложению с другой. Ищите ролики про этих супер хищников в плейлисте кошки. Данный подвид идеально приспособлен для жизни в горах как лесистых, так и безлесых, и прекрасно переносит как сильные морозы, так и знойной жару. Он великолепно адаптирован для жизни в полупустынных районах. К тому же персидский леопард может подолгу обходиться без воды. Размеры персидских леопардов в среднем сопоставимы с такими же как у их африканских родственников, то есть масса тела взрослых самцов в среднем составляет около 70 кг. Однако встречаются особи, как самцы, так и самки, вес которых может намного превосходить эту отметку. Согласно некоторым источникам, на севере Ирана замечены самцы и самки весом 120 кг и 90 кг. Таким образом получается, что персидский леопард может достигать наибольших среди современных подвидов размеров и превосходить в этом отношении другие подвиды. Добычей персидскому леопарду служат такие животные, как горные козлы, бараны, благородные олени, джейраны, дикобразы, кабаны и множество других животных. Для кавказского барса характерно проживание на одном и том же индивидуальном участке в течение долгого времени. Небольшие переходы наш Лео совершает только, когда преследует свою добычу. Хищник ведет себя наиболее активно вечером и в течение всей ночи вплоть до раннего утра, а в прохладную погоду его можно наблюдать и днем. Когда переднеазиатский леопард охотится, то он долго подкарауливает свою жертву, затаивается в укромном уголке и только изредка. Сразу гонится за добычей. В целом персидский леопард – это очень осторожный и скрытный хищник. Кавказский барс обычно старается прятаться, но, защищая себя, может нападать даже на людей. Как укрытие обычно выбирают ущелья, внутри которых протекают ручейки или густые заросли. В лиственных лесах может взбираться высоко на деревьях. Его не пугают морозы и жара, но обычно этот хищник держится далеко от водоемов. Половой зрелости персидские леопарды достигают в возрасте 3 лет. Сезон размножения у них происходит в декабре-январе, после чего в апреле рождаются котята. В одном выводке у персидской красавицы обычно 2-3 котенка. Первые три месяца жизни новорожденных маленькие леопардики питаются молоком, после чего мама начинает подкармливать их мясом. Они учатся охотиться и постепенно переходят на взрослое питание. С матерью леопардята остаются до возраста полутора лет, после чего приступают к самостоятельной хищной жизни. Катастрофическое уменьшение численности популяции иранского леопарда является результатом постоянной охоты на животных, а также хозяйственного освоения их природных мест обитания. Сокращение количества диких копытных, которые составляют основу рациона питания, а также нарушение экологии. Для восстановления этого подвида персы взяты под охрану на территории всех стран, где они обитают. В России даже существует специальная программа по увеличению их численности. Кроме того, подвид внесен в Красную книгу, как исчезающий иранский леопард, считается одним из самых популярных подвидов леопардов в зоопарках мира. И большинство крупных зоопарков, включая Кёльн, Берлин, Мюнстер в Германии, Нидерланды, Англию, Сан-Диего в Штатах, Мельбурн в Австралии, Чехии, Шотландии — все они воспроизводят эту породу. В настоящее время в иранских зоопарках и соответствующих центрах в неволе содержится больше шести леопардов. А как Вы думаете, персидский леопард состоит в родстве с нашим дальневосточным леопардом, который тоже, кстати, находится на грани вымирания, но по внешнему виду, габаритам и по образу жизни очень похож на персидского? Пишите свое мнение в комментариях. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим Вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю Ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео. И делиться этим видео с друзьями, это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео-энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч! Передние азиатских леопардов выпустят в дикую природу на Кавказе. Специалисты Центра разведения и реабилитации зверей на Кавказе начали тестирование шести леопардов. Об этом сообщают в Русском географическом обществе. Сейчас кошек готовят к выпуску на природу, проверяют их способности к охоте, а также отношение зверей к человеку и домашним животным. По итогам таких тестов специалисты определят, какие из хищников готовы жить на воле. Следить за ними собираются с помощью спутниковых ошейников. Выпустят их на территории Кавказского заповедника и Северной Осетии. Передние азиатские леопарды – самый крупный подвид леопардов в мире. Для восстановления их популяции в Центре природы Кавказа запустили специальную программу.